Власти нет на день призыва, но на ней мне нету тела, не свободен мне души, лишь бы был с одной улыбкой. Спектакль, созданный на основе самарского эпоса. Главные герои мюзикла «Хозяйка Жигулей» отправляются в прошлое, где их ждут разные испытания на пути к цели. История о дружбе и любви, понятная всем поколениям. Композитор и продюсер проекта заслуженный артист России Сергей Войтенко. Эту историю достойно увидеть все. Спектакль пришелся ко двору. И самое интересное, что он семейный. Тут и дети, и взрослые, он понятен для всех возрастов. И я немножко боялся, когда на второй спектакль к нам пришли первоклассники с родителями, я боялся, что немножко они будут шуметь, да, и будут отвлекаться. Они смотрели от самого начала до конца, открывший рот. Над мюзиклом работала команда профессионалов. Участвуют яркие самарские актеры и народный артист России. Проект победил в конкурсе президентского фонда культурных инициатив и поддержан правительством Самарской области. Я бы хотел сказать о какой-то необыкновенной, светлой такой радости артистов. Я вижу, как они выходят на сцену, я вижу их за кулисами, с какой любовью они относятся к этому материалу. И не надо говорить, что это такое. Надо просто в результате постоянно размышлять о своем крае, о своей родине, малой родине. А в результате появляется любовь к своей стране. Я патриот, и патриот своей страны, и патриот своей малой родины. И, конечно, для меня Самарский край, Самара, в принципе. Я очень люблю свой город, очень люблю нашу область. И поэтому для меня играть хозяйку «Жигулей» – это действительно очень почетно. И, в принципе, мне кажется, этот спектакль, который написан по истории, по нашим мифам, именно Самарской области, это очень здорово, что такое есть. Успех мюзикла настолько масштабный, что спектакль останется в репертуаре молодежного театра «Мастерская». Также в планах показать его в городах Самарской области и за ее пределами. «Стай и веки, пусть твой странник, и печаль уйдет». Леонид Кошман, Роман Апарин, Новости губернии.